Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк и недавно Реаниматор опубликовал несколько спойлеров к грядущему клипу по Иссен и я предлагаю их разобрать. Не будем тянуть, но мы начинаем. Итак, припиской к первому сливу является фраза «Боевая готовность» и на самом кадре мы видим двух героев, а именно Абигейл и Кейна и... Они действительно вооружены и готовы к бою. У Абигейла в руках её рубиновый шип, у Кейна разгладной боевой топор. Позади принцессы расположены деревья и палатка с розовым ободком. Сами деревья созданы из еловых заборов и листвы. Возле Кейна находятся четыре вещи, а именно костерок, на котором Абигейл скорее всего и жарила зефир, бревно, на котором могла сидеть Абигейл, когда жарила зефир, и ещё одно бревно, в которое вбит золотой топор. К слову, возможно, этот золотой топор взял с собой Кейн, так как, ну, мы видим, он ярый дровосек. Либо же этот топор взяла с собой Абигейл, ну, потому что золотым оружием обычно орудуют пиглины. Также возле Кейна находится всеми любимая костяная коняшка. Вторую я, к сожалению, не вижу, ну да ладно. А позади этой находится кое-какой портфель, в котором, скорее всего, наши герои везли различное оборудование. На самой коняшке показана упряжка и, в принципе, всё по этому кадру. Я могу предположить, что на наших героев напали драконы-люди, которых, скорее всего, послал Ланс. Ну, типа, герои пришли в данную горную местность, их выследили шпионы Ланса, а Кейн и Абигейл разбили лагерь. Абигейл начала жарить зефир, а Кейн рубит дерево. И пока они страдали всякой фигнёй, на них напал тот дракон-человек, а, возможно, со стаей. И, короче, нашим героям придётся отбиваться. Ну, по этому кадру всё, поэтому мы идём дальше. А следующим спойлером оказалась гифка, и припиской к ней является факт того, что показанная на этой гифке, это всего лишь практика одного из помощников реаниматора. Типа, он практикуется в различных движениях и атаках. На самой гифке показана никому неизвестная девушка, она, может быть, связана с Ковеном магов или с самим Лансом. Может быть, его подруга, а может, просто крутая магичка. Как мы видим, она кастует Огонь, и что-то подобное мы видели в одном из очень старых новостных выпусков. Там кастовала Огонь не она, а Стелла. Ну и что могу сказать по данной гифке? Она не относится к клипу пояса, и об этом в комментариях заявил сам реаниматор. Нет, я, конечно, могу предположить, что он врёт, но я не вижу в этом смысла. И мне кажется, что данную героиню могут использовать как одного из сторонников Инферниуса. Ну да, того самого выходца из Ковена, который уничтожил своих друзей. А может, она как-то связана с принцессой Незерой. Ну, типа, кастует Огонь. Также реаниматор говорил о том, что Абигейл Кристофер могут вернуть к жизни после того, как она упала в лаву. И, может быть, это её новый дизайн. Но это не точно. И, как я и говорил ранее, скорее всего, данная героиня не появится в клипе Пойсон. Поэтому мы идём дальше. Кстати, героиня довольно красивая. У неё такой костюмчик, прикольный. И, по-видимому, она является нежитью. Но об этом говорит серый цвет кожи. Возможно, это будущая версия Стеллы, но это не точно. А вот следующий кадр очень интересный. Ну, во-первых, потому что он связан с клипом Пойсон. И припиской к нему является следующее. В скором времени герои посетят замок, что стоит на болотах. Хотя гостеприимство жителей края может немного отличаться от гостеприимства людей или жителей Незера. Но что я могу сказать по данной приписке? Скорее всего, наши герои придут в замок Ланса, и тот нападёт на них. Но, во всяком случае, я делаю вывод из той гифки, которую мы рассматривали в предыдущем новостном выпуске. И, видимо, у филиппинских аниматоров появился тренд на то, что различные хитрые и колоритные герои имеют собственные замки, в которых никто не живёт. Да, я намекаю на Entity 303 из вселенной Джеффикса по клипам Дэвил. Так вот, на данном изображении показано трое героев. А именно, Абигил Кристофер, который в руках держит Рубиновый шик. Кейн, держащий в руках топор, который находится в сложенном виде. И сам маг Крайл Ланс. И, по-видимому, этот маг находится на открытой местности. С чего я это взял? Ну, во-первых, на фоне нам показывают синее небо. И наши герои держат в руках факелы. Конечно, звёзд мы не видим. Но зато мы видим парящую книжечку. Хотя, может быть, она является плащом Ланса. Но, скорее всего, это книжечка. И, как мы видим, герой ходит по чернитовым блокам, из которых обычно состоит бастион. И я тут немного поигрался с цветами. И, всё-таки, я думаю, что Ланс находится в закрытой местности. И просто создаёт вокруг себя тёмное свечение. Ну, или типа того. И, как мы видим, наши герои всё-таки добрались до данного персонажа. И, видимо, хотят его убить. Но, Абигейл, скорее всего, точно. А вот Кейн, думаю, попросит у него помощи, дабы воскресить свою подругу. И я надеюсь на то, что у этих персонажей будет очень масштабная битва. Вследствие которой Кейн погибнет. Возможно, от предательства Абигейл. А, возможно, от Ланса. Тут непонятно. Но, опять же, это не точно. Но мы идём дальше. И вот на следующем спойлере показан уже Ланс. В руках которого находится какое-то существо. Припиской к данному кадру является следующее. Поздоровайтесь с моим маленьким другом. Рэббит, что переводится как ребро или ребра. Но, возможно, реаниматор хотел написать Рэббит, что означает кролик. Но, опять же, это не точно. А на самом кадре, как я уже говорил ранее, изображён Ланс. Который держит в руках какого-то чудика. Я могу предположить, что это маленький дракон и человек. Но потому, что он напоминает того, который был показан на предыдущих сливах. Хотя, может быть, это Эндр-кролик. Или какая-нибудь Эндр-лягушка. Которая может плеваться пламени. Но, опять же, это маловероятно. Так вот, Ланс находится в какой-то комнате, которая по стилистике блоков напоминает Глэшерфорд. Стены помещения состоят из каменных кирпичей. Кирпичей из Эндр-ника и Булыжника. Сам Ланс ходит по чёрному ковру или же чёрной шерсти. Но, возможно, это угольные блоки. Я не могу сказать точно. Позади Ланса находится столик, созданный из нескольких люков. И книжная полочка. Видимо, именно там он изучает различные заклинания и хранит свою книжечку. И, как мы видим, у Ланса есть плащ. И, подводя итог этого изображения, я могу сказать, что Ланс действительно хороший чувак. Который заботится о своём питомце. Он добрая душа, которая не желает никому зла. Но, возможно, он однажды гравил бастион пиглинов. Так как на предыдущем кадре мы видели чернитные блоки. И больше мне нечего сказать по этому кадру. Возможно, он ухаживал за своим питомцем. А потом в его замок ворвали захватчики. И ему придётся выглядеть более агрессивным. И, возможно, даже кого-нибудь убивать. Но, опять же, это не точно. Ну, вот как-то так. Ну и, в принципе, всё. Всё, что хотел показать и рассказать, я вам показал и рассказал. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Пока.